Всех приветствую на канале Путь Богача, меня зовут Евгений, и в этом видеоролике мы поговорим про Ripple, монету XRP, новости, которые сейчас появились, и собственно обсудим, когда возможно будет закончен суд, и какая цена может быть к концу 2022 года. Также расскажу, какие биржи более лояльны к этому токену, и где надежнее держать эту монету. Ну что ж, мы начинаем. Одна из важных новостей это, пожалуй, то, что судебная тяжба Ripple с комиссией по ценным бумагам приняла еще один оборот, когда фирма получила право доступа к вызывающему большие споры документу. В этом документе содержались цитаты представителя СЭК по вопросу о том, будет ли эфириум являться ценной бумагой. Документ содержит текст речи 2018 года, произнесенный бывшим ведущим должностным лицом СЭК по имени Уильям Хинман. Последний в своем выступлении пояснил, что эфириум нельзя отнести к ценным бумагам, из-за того, что он надлежащим образом децентрализован. В то же время СЭК обвинила должностных лиц Ripple в продаже токена XRP в качестве незарегистрированной ценной бумаги, что, конечно, руководство отрицает. Защитники и юристы Ripple утверждают, что любое признание СЭК в том, что эфир не является ценной бумагой, помогло бы их делу. И вот, собственно, сейчас об этом документе и идет речь. В одном из последних постановлений судья Сара из окружного суда заявила, что СЭК больше не может заявлять, что документ и электронные письма, связанные с ним, являются конфиденциальными документами, что означает, что команда Ripple сможет использовать его в качестве доказательства по суду. Также Ripple надеется на быстрое решение, но, реагируя на выступление нынешнего главы СЭК, адвокат написал, что СЭК разыгрывает карту задержки и использует ее в своих интересах. Так, например, адвокат обвинил СЭК в том, что они принудительно создают регулирование для создания неравного игрового поля, в рамках которого выбирают победителей и проигравших в соответствии с непрозрачными правилами, которые они составляют по ходу дела. На сегодняшний день Ripple торгуется по цене 0.78 доллара и снижается более чем на 2% в день, увеличив свои недельные потери до 8%. Например, еще год назад цена за токен составляла всего 22 цента. На фоне этих новостей в сети разгорелось много дискуссий. Так, например, активно стало обсуждаться, что судебный процесс может завершиться до конца февраля. Такое мнение появилось на фоне обсуждений того письма, которое судья САРа обязала СЭК передать Ripple. Некоторые считают, что это настолько важные материалы, что помогут ускорить судебный процесс. Так, например, один пользователь заявил, что судебный процесс СЭК против Ripple из-за ускоренных материалов может закончиться аж до 28 февраля. При этом сам СЭК будет предлагать мирное урегулирование. Ну а сам Ripple не сдается и не стоит на месте. Так, например, ранее разработчик по имени Ник рассказал, что была выпущена новая версия Ripple XRP Ledger. А также адвокат и сторонник XRP Джон Дитон заявил, что для окончания самого судебного процесса против СЭК, Ripple нужно избавиться от всех антикриптополитиков. Следующее, что обсуждается в сети, это то, что может ли Ripple достичь 5 долларов в 2022 году. Мнение экспертов, естественно, разное и одно из них таково, что может. На данный момент единственное, что сейчас не может дать Ripple взлететь, это, естественно, суд, который до сих пор тянется. Поскольку СЭК видит рыночную позицию XRP совершенно в другом свете. Так как каждый уже знает, что в иске утверждается, что на токены XRP должны распространяться те же правила и нормы, что и на традиционные бумаги, такие как акции, облигации или опционные контракты. Юристы и руководители Ripple пытаются объяснить суду, что эти правила могут применяться к такому хранилищу стоимости, как биткоин, но не к XRP. И, естественно, непонятно, чья возьмет. Если же Ripple победит суд, то цена неизбежно пойдет вверх. И что правда, то правда, это то, что исход судебного процесса СЭК либо сокрушит реальную стоимость XRP драконовскими правилами, либо позволит валюте проходить через американские торговые платформы криптовалюты. Но, что самое интересное, любой исход этих событий будут выигрышными для Ripple во всех практических вопросах. Не нужно забывать, что это дело, скорее всего, задаст он регулированию других криптовалют и блокчейн-сетей. Судебный процесс начался более года назад, обе стороны собирают доказательства в поддержку своих требований. В теории могут пойти годы, прежде чем будет получен окончательный результат, и ожидание действительно будет долгим, если стороны в полной мере воспользуются своими возможностями обжалования. Правовые проблемы никогда не бывает легко предсказать, но рынок криптовалют в целом выигрывает от окончательного решения, склоняющегося в сторону Ripple. По мнению аналитиков, полноценная победа в целом возможна, соответственно, XRP должен подняться выше 5 долларов. Однако быстро не получится. Шансы на окончательный вердикт в 2022 очень ничтожны. Поэтому инвесторам XRP следует потерпеть несколько лет. А вот сообщество Procoin News с этим не согласно, исходя из того, какой прогноз дает на 2022 год. Да и сам опрос был создан раньше, чем зачитанная только что новость. И 71% проголосовали, что цена на токен в 2022 году достигнет свыше 5 долларов. Еще очень интересный мемчик попался в этом же сообществе. Дословный перевод, что видят остальные, что видим мы. Лично я тоже являюсь холдером XRP и я отношусь к тем, кто видит то, что находится под айсбергом. Также в ленте попалась очень интересная картинка. Я думаю, что каждый в ней узнает себя. Ее первая часть говорит о том, что если я продаю, то цена всегда растет вверх. Как только я начинаю холдить, то цена вообще не меняется. И как только я покупаю, цена резко падает вниз. Я думаю, что у каждого такое было. Дело тут даже не про XRP. Вообще можно взять любую монету. Это называется закон подлости. Стоит держать, ничего не происходит. Как только продал, цена пошла вверх. Давайте даже ретвитнем эту запись. Она мне очень понравилась. Подписывайтесь, кстати, на мой твиттер. Ссылка на который в описании под роликом. Также я обещал рассказать про более лояльные биржи к токену XRP. Вывод сделан о том, кто поддержал airdrop соло. И не только его, разумеется. Но на его примере мы видим, сколько бирж поддержало эту раздачу. И это очень здорово. Как минимум Binance вы здесь узнаете. Из этого списка лично я пользуюсь Binance, Bybit, Hobby, Bitru и иногда Bitforex. Биржи, которые я только что перечислил, мной лично проверены, испробованы. И ссылки на них будут в описании под видео. И одна из моих любимых это Bybit. Но хранить токены на бирже не всегда является делом безопасным. Поэтому мои XRP находятся на Ledger Nano X. Хотя тут подойдет даже Ledger Nano S. Но он менее удобный. Хранить криптовалюту на холодном кошельке – дело самое безопасное. Почему я вам все это решил напомнить? Да потому что на сайте Ledger сейчас скидки. Переходите по ссылке в описании. Нажимайте вот на эту корзину. Далее заходите в Products и в раздел Backup Pack. В этом разделе сейчас действует спецпредложение. Если купить два кошелька, то один из них будет со скидкой 50%. А именно Ledger Nano S. Таким образом можно сэкономить 29 евро. Ссылка на кошелек будет в описании под видео. Напоминаю, что у сообщества также есть телеграм-канал, куда призываю вас всех подписаться, поскольку скоро планирую что-либо разыграть. Еще не решил, каким образом все это будет происходить, какие будут награды, когда, но в любом случае подписывайтесь. Я вас не обманываю, что-то будет точно происходить в ближайшее время. А на этом у меня все. Вы были на канале Путь Богача. И если нам по пути, то знаете, что делать. Кнопка подписки доступна для всех. Продолжение следует...